В 18 веке немцы в Сибири танцевали так. Спасаясь от холода, они пришивали на валенке дощечки. Сегодня на сцене ансамбль песни и танца «Алтай», который на Дальнем Востоке расскажет нашу историю народов. Мы попали в ранг профессиональных коллективов, которые достойны гастролировать под эгидой Росконцерта. Мы хотели показать обязательно многонациональную культуру нашего алтайского края. Мы хотели представить российской публике то, чего нет в другом регионе. Елена Березикова – кумандинка. Это тюркский народ, когда-то живущий на Алтае. Сейчас его история на сцене, а еще на страницах «Красной книги». В Хабаровск, Биробиджан, а еще в Белогорск ансамбль везет целый концерт. В танце зритель узнает о жизни татар и казахов. Всего 15 номеров и спектакль о евреях – блуждающие звезды. Национальные костюмы сегодня стоят баснословных денег. На гастроли артисты собирают их сами. Пока закидывают в кофр платье и сапожки, смотрят, все ли подшито и готово. Вышита ли? Чувашская шапочка. Что можно понять об обладательнице этой шапочки? Здесь можно понять, что девушка не из бедной семьи. Эти головные уборы украшались реальным серебром, реальным золотом, медью, монетами, которыми можно было рассчитываться. По сути, это такой кошелек на голове. На всероссийские гастроли отправятся три десятка коллективов. Проект «Мы – Россия» – это концерты в 120 городах, где пройдет около 300 представлений. Нашу историю расскажут сразу два коллектива – национальный ансамбль «Алтай» и народный коллектив «Огоньки». На Дальний Восток они отправятся совсем скоро, а пока обкатывают программу. Концерт всероссийского масштаба ансамбля «Алтай» уже увидели в Поспельхинском и Первомайском районах. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.